Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Такая непростая ситуация, нужна помощь психологам и с мужчинами, встречаемся 7 лет. Работаем на одном предприятии, он всегда скрывал отношения, говорил мне, хочет сплетен. Лидерный завод устроилась его родная сестра, младший, он везде с ней, я, я в тени. На Новый год пригласил меня к родителям, там была сестра, познакомил накануне вечером, подарил мне кольцо, сделал предложение, причем кольцо обрученное. Сказал ты моя жена, но никому не говори об этом на работе, я с обрученным кольцом, тайная неофициальная жена. А сегодня такая ситуация, мне сам рассказывает, идет сестру на работу, у них одинаковая фамилия. Ну вот просили, о, жена, он сказал, да, ну как это вообще, выдавать сестру за жену. А мне как быть, я ему написал, что в цирке не участвую, он меня заблокировал. Ну, посоветуйте, как себя вести, кольцо сняла, хочу вернуть. Это нездоровая ситуация, я права, спасибо, кто поможет с советом. Но совет здесь никакого, совета здесь никакого быть не может, потому что психологи не дают этих самых советов. Поэтому, тут я, пожалуй, должен вас разочаровать. Мне кажется, мне кажется, что вы чувствуете обиду, вы чувствуете злость, вы чувствуете разочарование. Но самое главное, конечно, конечно, вот то, что вы чувствуете, на мой взгляд, самое главное, это то, что уже очень-очень давно вы испытываете, вот скажем так, дискомфорт от этой ситуации, того, что вас скрывает, вы испытываете дискомфорт от ситуации, при которой, по факту, вас пытаются скрыть, и вас, ну, по сути, ну, как бы, вот, держат, держат за что-то такое, вот, ну, я бы сказал, да, такое, вот, такое, вот, может быть, ну, почему-то постыдное, да, ну, вот, и вам, вам, естественно, это неприятно, вам, естественно, это больно, и вам, естественно, это, я бы сказал, тяжело. Вот, сейчас, на данный момент, есть у меня такое ощущение, что чаще, чаще терпения, она у вас просто-напросто переполнилась. То есть, переполнилась эта часть терпения, при которой вам вся эта ситуация, в принципе, стала невыносима. И я думаю, что вам никогда не нравилось, что вас как-то вот скрывает, я думаю, что вам всегда не нравилось, что вас скрывает, но вы терпели, вот. Что сказать? Для вас это ненормально. Это так и есть. Мириться с тем, что для вас ненормально, пожалуй, не является правильным решением. С другой стороны, человек вроде бы серьезно настроен и подарил вам обручальное кольцо, но так же быстро вас заблокировал. и, на мой взгляд, ваше отношение, это отношение качелей, вот. Вот. И я думаю, что самая главная проблема заключается именно в этом, в том, что ваши отношения, они как качели. качели. То есть вы очень эмоциональны, вы оба эмоциональны, вспельчивы и порывисты. и, в общем-то, это рождает, вот, такие казусы, такие консенсусы, по данным считают. Вам очень сложно прийти друг с другом к консенсусу, именно в силу того, что вот судя по всему ваши отношения выстраиваются, ну, вот, на таких вот некоторых, на мой взгляд, недоговоренностях. на мой взгляд, ваши отношения выстраиваются на некоторых таких вот каких-то недопониманиях, вот. И это, конечно, не есть хорошо. Я думаю, что есть что-то, что мешает вам понять своего мужчину. Понять своего мужчину. Я думаю, что есть что-то, что мешает его понять. Я думаю, что есть что-то, что мешает мужчине вас понять. Я думаю, тут тоже есть вот такой нюанс, такой момент. И я думаю, что если человек боится вот то, как он боится сплетен, да, не хочет сплетен, опасается сплетен, то это является некоторой такой, знаете, ну, аксиомой, скажем так, в этой ситуации. То есть, что человека заботит, человека волнует мнение, волнует мнение других людей. И вот с этим вряд ли можно что-то будет поделать. То есть, либо вы принимаете, что ваш мужчина, вот, он такой, что вот его волнует, да, его волнуют вот такие вещи. Либо вы принимаете это, либо нет. То есть, вам нужно как-то самой определиться и наверное переставать уже в этом смысле. Я бы сказал терпеть. Вот. А вы именно что терпите, ну, на мой взгляд, да, вы именно что терпите и миритесь с тем, что вас скрывает. Вот. За семь лет не мудрено, что мужчина привык, вот, и наверное даже думает, что, ну, действительно, что это вот в порядке вещей, такая Хотя это, ну, ни разу не в порядке вещей. Такая история. Вот. как-то так. То есть, я бы, я думаю, что вам в этой ситуации необходимо больше заботиться о себе и не делать ничего, что как-то вам не нравилось бы. то есть, ну, не терпеть, вот, не мириться, не пересиливать себя, если угодно. вот. И с одной стороны, с другой стороны, постараться, если есть такая возможность, понять, понять мужчину, понять его какие-то моменты, его какие-то нюансы, вот, если вы можете, конечно, это сделать, если у вас есть на это ресурс. Вот. И решить для себя, значит, можете ли вы принять такую его особенность или нет. Следующий важный момент. Человек, значит, дарит вам обручальное кольцо, вот, после сего, значит, после вот диалога, да, вот, ну, такого диалога, на эмоциях, да, значит, вас блокирует, вас блокирует, человек. так. Я думаю, что это тоже самое, вот, ну, в известной степени для вас звоночек, чтобы спросить спросить себя о том, как я отношусь к тому, что человек блокирует меня так, быстро, вот, того, как сделал мне предложение. То есть, насколько этот человек, вот, такой, надежный, да, насколько он, такой, ну, даже не надежный, а насколько он последовательный в своих действиях. вот, там и стало. Тут мы, конечно, конечно, говорим, именно, о последовательности действий мужчины. Вот. И, опять же, как вы относитесь, как вы относитесь к этой его непоследовательности? возможно. Вы относитесь выше, выше. Вот. Такой вот момент. А с точки зрения, с точки зрения сценарного поведения, с точки зрения сценарного именно поведения, я бы, конечно, сказал, что есть какие-то, вероятно, у вас основания для того, чтобы находиться в отношении к человеку, который вас скрывал. Вот. То есть, я бы сказал, что вот с точки зрения сценарного поведения, какие-то основания для этого есть. это может быть и заниженная самооценка, это может быть и какой-то страх, это может быть еще что-то. Вот. Запрет на создание семьи, может быть. со всеми этими моментами можно и нужно работать в данном случае. Вот. как-то как-то так. Вот. Вы спрашиваете, как себя вести, как себя вести, чтобы что, вы уже как-то реагируете, вы уже испытываете какие-то чувства, то есть, уже как-то себя ведете. поэтому как себя вести, чтобы что. Давайте цель определим. Недоровая ли эта ситуация? Ну, важно, что вы сами эту ситуацию воспринимаете именно так. На мой взгляд, этого достаточно. Также я бы хотел, чтобы вы уточнили, в чем именно вам нужна помощь психолога. Потому что как себя вести, это вопрос. как бы про вас, про цель поведения, или про то, как вы уже себя ведете. Или про то, что вы не уверены в себе, а что не уверены в том, правильно ли вы себя ведете. То есть, про какой-то, ну, внутренний конфликт с этой стороны. Вот. В чем именно вам нужна помощь. Если помочь как-то гармонизировать отношения, поможем. если хотите пережить расставание, поможем пережить расставание. Вам нужно определиться именно с этим. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам филотерного доброго. смогу понять гchesterло рай published медициной сколь Продолжение следует...